Продать свой автомобиль Евгений Силантьев пытается уже два месяца. Лето ему хотелось бы провести с семьей на природе, а для того, чтобы достроить дачу, срочно нужны деньги. Однако сделка купли-продажи забуксовала еще на начальном этапе. В настоящий момент, как и я, многие люди страдают отсутствием денег. И решил поменять свой автомобиль на стройматериалы для того, чтобы все-таки наконец осуществить свою мечту и достроить эту дачу. Автомобили на стройматериалы, земельные участки на квартиры. Проблему отсутствия живых денег челябинцы решили оперативно. В обиход вернулось любимое слово 90-х – бартер. Летом эта волна захлестнула промышленность, сейчас слово «обмен» все чаще звучит из уст простых горожан. Что вы хотите обменять? Земельный участок записываю. На что? Хорошо, на профнастю. Некоторые финансисты смело заявляют, экономика не нуждается в деньгах как таковых. С ними согласны и психологи. Человеку проще расстаться с вещью, чем с наличными. Однако система бартера не так проста, как кажется на первый взгляд. На успех сделки влияет даже сезон. Так как сейчас зимнее время года, поэтому, естественно, стройматериалы отходит на второстепенный уровень. Поэтому сейчас, в первую очередь, конечно, автомобили и недвижимость. К лету, естественно, будет рост на строительных материалах, потому что люди начнут строить сады, дачи. Бартер намного сложнее, чем сделки купли-продажи, потому что при купли-продаже это встречный обмен денег на товар, товар на деньги. При бартере у вас может выстроиться очень длительная цепочка. На безденежный бартер вне конкуренции. К тому же налог с продажи участникам сделки платить не приходится. Однако факт обмена все равно нужно подтвердить документально. Само по себе право собственности из воздуха не возникнет. Александра Мыльникова, Олег Салпанов, СТС, Челябинск.